В этот день, 1 декабря 1879 года, на родовольцы на железной дороге совершили неудачное покушение на императора Александра II. 1 декабря 1934 года был убит большевистский лидер Сергей Киров. Это убийство послужило начало массовых репрессий, известных как Большой Террор. В этот день, 1 декабря, родились Этьен Фалькане, французский скульптор, автор монумента Петру Великому в Санкт-Петербурге, маршал Победы Георгий Жуков, четырежды Герой Советского Союза, Николай Лобачевский, знаменитый математик, создатель неевклидовой геометрии, известной как геометрия Лобачевского. Лобачевский назвал свою геометрию воображаемой и бросил вызов всем привычной евклидовой геометрии. Ведь для природы нехарактерны прямые и выверенные по системе координат линии Евклида. Геометрия Лобачевского учитывала искривление земной поверхности. Ее применяют и по сей день, особенно при составлении карт. Лобачевский с детства задавался вопросом, почему люди живут на поверхности земного шара, а видят его совершенно плоским. Детство Лобачевского было не из простых. В пять лет он потерял отца, малоизвестного архитектора. Его мать, оставшись без средств к существованию, с тремя сыновьями на руках, была вынуждена действовать предприимчиво и обдуманно. Она распродала небогатое имущество, переехала в Казань, где жизнь была куда дешевле столичной, и определила сыновей в гимназию за казенный счет. Сохранилось письмо Прасковье Александровне к директору гимназии. «Два письма из Совета гимназии от имени вашего имела честь получить. Вы изволите писать, чтобы я уведомила вас о своем намерении. Желаю ли, чтобы дети мои остались казенными, дабы, окончив ученические и студенческие курсы, быть шесть лет учителем. Я охотно соглашаюсь на оное и желаю детям как можно прилагать свои старания за величайшую государе милость, особливо для нас, бедных». Однако сын Николай не очень-то старался, и хотя учился неплохо, проказничал так энергично, что учителя буквально стонали от его продела. Один из них не смог сдержаться и однажды прямо заявил, «Послушай, Лобачевский, да из тебя со временем выйдет настоящий разбойник». В 1807 году Лобачевский поступил в Казанский университет, который тогда переживал пору становления. Там преподавал известный математик Бартельс, который сразу выделил из массы студентов Николая и буквально приучил его творческие мыслить. Николай оказался самым способным из учеников мэтра. Но студент продолжал свои проказы из воспоминаний его соотечественников. Лобачевский привел корову, уселся на нее верхом и стал подешать товарищей, изображая вальтижировку. Вдруг все смолкли, на крыльцо вышел ректор, изумленно глядя на упражнения студента. Естественно, последовало наказание. Несмотря ни на какие приключения, Лобачевский был удостоен звания магистра. С труда теория эллиптического движения небесных тел началось его признание как ученого. А в 1827 году его на долгие годы избрали ректором Казанского университета. В Российской империи это было очень хорошей ученой карьеры, особенно если учесть, сколько университетов вообще было в стране. А вот главный труд его жизни, который пересматривал некоторые принципы традиционной евклидовой геометрии, ждал долгие годы забвения. Лобачевский пересмотрел древнюю аксиому о параллельности прямых. И в его годы это все без исключения коллеги сочли какой-то заумью, пустой игрой ума. Николай Иванович издал свою книгу «Воображаемая геометрия за границей». Ну и там его ждал тот же отклик. Из научных светил один только математик Гаусс встал на сторону русского коллеги. Он один из первых оценил перспективы совершенно нового взгляда на геометрию. Лишь в 60-70-е годы 19-го столетия один за другим посыпались исследования, которые подтверждали цельность и непротиворечивость идеи Лобачевского. Увы, к тому времени он уже не мог лично принять поздравлений. Лобачевский прожил хорошую жизнь. Он был счастлив в браке и умер на руках любящей жены в 1856 году. Перед смертью, протянув ей руку, как бы благодаря за все, сказал «Прощай, Варвара Алексеевна, пришло время. В могилу надо. Умирать пора». С того дня пройдет немного времени, и вот так о нем скажет другой великий Менделеев. Геометрические знания составили основу всей точной науки, а самобытность геометрии Лобачевского – зарю самостоятельного развития наук в России. Посев научный взойдет для жатвы народной.